Большая разница. Дзенская притча. Одного дзенского мастера спросили, что вы обычно делали до того, как стали просветленным. Он сказал, я обычно рубил дрова и носил воду из колодца. Затем его спросили, а теперь, когда вы стали просветленным, что вы делаете? Он ответил, что же еще я могу делать? Я рублю дрова и ношу воду из колодца. Вопрошающий, естественно, был озадачен. Он спросил, в чем же тогда разница? Перед просветлением вы делали это и после просветления делаете то же самое. В чем же тогда разница? Мастер засмеялся и сказал, Разница большая. Раньше мне приходилось делать это, а теперь все это происходит естественно. Раньше мне надо было делать усилия перед тем, как я стал просветленным. Это было обязанностью, которую мне приходилось выполнять, делать нехотя, заставляя себя. Я делал это потому, что мне приказали это делать. Мой учитель велел мне рубить дрова, поэтому я и рубил. Но в глубине души я злился, хотя внешне я ничего не говорил. Теперь я просто рублю дрова, потому что знаю сопряженную с этим красоту и радость. Я ношу воду из колодца потому, что это необходимо. Это уже не обязанность, а моя любовь. Я люблю старика. Холодает. Зима уже стучится, нам будут нужны дрова. Учитель с каждым днем все больше стареет. Ему нужно больше тепла. Необходимо хорошо отапливать его жилища. Именно из этой любви я рублю дрова. Из этой любви я ношу ему воду из колодца. Теперь появилось большое различие. Нет неохоты, нет сопротивления. Я просто откликаюсь на момент и на текущую необходимость.